Всем привет! Прошло 8 марта и у меня появился вот такой цветок, как цикламен. В уходе это довольно-таки нетребовательный цветок, но главное его сильно не трогать. Это такой цветок недотрога. Лишний раз его не нужно поворачивать, щупать, лапать. Он этого не любит. Он любит, когда его оставят в покое и он в себе тихонько растет. В период активного его роста, когда он набирает нобулиство, когда он цветет, его нужно подкармливать где-то раз в неделю с удобрением, разведенным в половину, меньше, чем указано на упаковке. Он любит прохладу, он не любит жару. Также, что я могу сказать, он не любит прямые солнечные лучи. Идеально для него это где-то восточное окно, западное окно, северное окно для него будет сильно темное. После того, как растение отсветет, наступает постепенный переход в период покоя. Это растение начинает сбрасывать листья, они начинают желтеть и сбрасывать. Если они желтеют и не сбрасывают, насильно их откручивать и отрывать не нужно. Постепенно, когда растение полностью сбросит всю листью, нужно убрать это растение в темное прохладное место. Еще хочу сказать, что это растение не любит переливов и в активный период роста его нужно поливать слегка. Он значительно лучше перенесет пересушку, чем перелив. И еще один самый большой нюанс. После приобретения этого растения нужно обязательно осмотреть на вредителей. Есть, нету. Ну и в итоге нужно еще обязательно пересадить, потому что находится он в транспортировочном грунте. Грунт этот очень бедный и очень плохого качества, поэтому растение можно загубить, если оставить вот так. В принципе, некоторые не любят пересаживать в период цветения, но лучше пусть он немножко меньше подцветет, чем луковица может пропасть или что-то с ней случится. Поэтому сейчас я его пересажу. Я подготовила вот здесь вот грунт. Это обычный универсальный грунт с добавлением перлита. Перлит у меня мелкий попался, поэтому он кажется таким вот каким-то песочком, как солью, скажем так. Горшочек я подготовила по диаметру точно такой же, только немного выше, потому что здесь он без дренажа. И дренаж займет свое место, и корням просто негде будет нормально расположиться. К тому же этот цветок пополнил очень перелитый. Прям земля здесь до сих пор очень влажная. Поэтому стоит все-таки пересадить. Сажать нужно так, чтобы клубенек у цикламена не... У некоторых сортов есть, конечно, просто корни, но в основном они клубнивые. Тут клубенек. Нужно сажать так, чтобы где-то на сантиметр-полтора этот клубенек выглядывал. Ну, в принципе, здесь он выглядывает не сильно, он заклубленный. Я стараюсь не требушить сильно корни, просто очищаю верхний слой. Вот, в принципе, я убрала всю лишнюю землю. Здесь вот видно, что даже сам клубень очень мокрый. Я боюсь сильно требушить, чтобы не повредить основную массу корней. В принципе, они здесь в хорошем состоянии, здесь ничего особенного нет. Некоторые рекомендуют полностью убирать грунт и на полчасика в теплую воду погружаться, чтобы вся земля лишняя отквасывалась, чтобы был полностью заменен грунт. Но я лучше просто перевалю лишний раз, травмировать растение я не хочу. Потому как я уже сказала, что растение это недодрога, лишний раз не любят, когда его беспокоят. Вот эту оставшуюся землю, в принципе, можно подмешать в новый грунт. Ну, я этого делать не буду, я лучше всё свежее насыплю. На дне горшка, я забыла сказать, у меня дренаж в виде пенопласта. Насыпаю немножко земли. Устанавливаю наше растение, как раз не доходя до края горшочка. Можно же ещё чуть-чуть подсыпать. Мы засыпаем, чтобы клубенек у нас оставался на поверхности. Ну вот, я пересадила наше растение. Клубенек у меня остался на поверхности. Сейчас я его полью. Первый полив я сделаю сверху, чтобы земля у нас улеглась правильно. Но дальнейшие поливы лучше делать в поддон или по краюшку горшка, чтобы вода не попадала на луковицу. После отцветания вот на вот этих наших бутонах образуются коробочки с семенами. Они какое-то время будут вызревать. Их не стоит трогать, пока коробочка не лопнет. Тогда семена можно собрать и посеять их в грунт. Также хочу заметить, что растение опрыскивать лучше стоит тогда, когда оно набирает листок. Когда листва ещё до цветения. Как только начинается цветение, этот процесс стоит прекратить и увлажнять уже воздух вокруг другим способом. Итак, поливать я буду водой с фитоспорином. Поскольку наш ацикламен был слегка залит. Ну вот и всё. Я отправляю наш ацикламен на своё место и оставлю его в покое на какое-то время. Надеюсь, моё видео вам было полезно. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч!